И презы грешных, моли бы все чистая, Я ходил стих, если спасти ноги, И же и страдать, а нас изгулевый. Скоро до предварятных хедрот, И поя Господи, як обуща, как взяло. Помози нам, Боже, спаси наш, Слава родимому Твоему, Господи, Збави нас, и очисти грехи наши И не ради Твоего. Святые Божи, святые крепкие, Святые смерти помилуй нас. Святые Божи, святые крепкие, Святые смерти помилуй нас. Святые Божи, святые крепкие, Святые смерти помилуй нас. Слава родимому Твоему, Господи, Слава родимому Твоему, Господи, Он был со своими учениками и на 40-й день вознесся, да? А дальше на какой день следующий праздник будет? На 50-й. Правильно, на 50-й день. Как? После Пасхи. Праздник как называется? Троица, Троица, Пятидесятница или? Троица, Троица. Правильно. Да. То есть вот ближайшие два праздника, то есть на 40-й день можете прям посчитать, и на 50-й день будет Троица. После Троицы будет сплошная неделя, то есть не будет среди пятницы и не будет постов. А затем начинается, какой пост? Если... Петровский. Петров. Не Петровский, а Петров пост. Петров пост. Правильно. Так. Цифры что писали? Так, разреши мне немножко сказать? Да, да. Самое благоприятное время для вас научиться и стать последователями Христа. Вы знаете, люди богатые нанимают особую охрану. Большие деньги платят. Их дежурят. Вот чтобы человека не убили, специально люди тренируются, чтобы уметь обезвредить преступника. Если стреляют, то называется телоохранитель. Он вот так бросается сразу и закрывает его. А его убьют, этого. Он для этого и призван. Это не два, не три. Все президенты, богатые люди, они платят огромные деньги за это. Вот если сказать, а сколько ты... Думаешь, одного человека один охраняет? У Ельцина было 750 человек. 750. У Рейгана 1500. Это круглосуточно. И показывает, когда в магазине бывает стрелять в начале где-то, его сразу валит, это президент, они сверху на него падают, а другие со всех сторон две детки устреляют, чтобы убить. Покушение на него было, и все это заснято. Только я вам хочу сказать, что охрана, это очень хорошо. Но погибает иногда охранник вместе с президентом. Ну идет как вот день победы, стоит президент, и в это время марширует войска. видели, как это показывает. И в это время вдруг выскакивает из этой марширующей колонны несколько человек, и прямо бегут, и стреляют тех, которые стоят, правители приветствуют. И сразу убили Анвара Садата. Рядом был епископ Самуил, его убили. И давай гранатами забрасывают, то есть специальные люди назначенные. Мы знаем Индира Ганди, какой человек был, великий там, как президент сказать, в Индии там. Ее охраняет, и охранник ее расстрелял. Встал на колени, расстрелял, его специально подослали, а его не разобрали. То есть сохранить себя очень трудно, даже имея деньги. Видите, как погиб там Березовский, какие миллиарды имел, не помогло. Убитый, он не умер. Именно сегодня уже доказано это. Так вот я знаю, как нанять хорошую охрану, не нанять, а договориться, притом бесплатно. Но с нашей стороны тоже что-то требуется. И притом охраняет день и ночь, и видит тех врагов, которых никто не видит. Самые главные враги наши это не люди, а демоны, бесы. И бесы действуют через человека. Я в лагере-то, в лагере-то 45 лет был, я маленько в детях, в детях разбираюсь, и вот мальчики разные бывают приезжают. Вы помните, Паша с Казахстаном был какой он, в мяччик играть надо, а сам девчонок лапает. Ну, неверующий, он говорит, души у человека нет, он говорит это. От Паши легко избавиться было. Я сказал, больше он никогда не приедет. Все, его нету. Но мне эта задача сохранить надо и свою душу. Это притом один охранник. Охранник бывает умирает, болеет. А это, о чем, о ком я хочу сказать, не болеет, не теряется, и даром, и сам зовет. Только согласись, чтобы я тебя охранял, но ты тоже сделаешь, что я тебя попрошу. Вы поняли, о ком я говорю? О Господе нашем Иисусе Христе. И притом он дает ангела-хранителя. Но с нашей стороны надо, чтобы мы не рвались к миру. Мир погублен. Не любите мира, не того, что в мире. А что в мире? Ну, чтобы понравиться. Девочка, мальчик, что делает? Он из себя ведет, неизвестно, как одевается, бреется под женщину. Девочки, женщины красятся, сережки разные надевают, мужскую одежду. Вот этого делать не надо. У меня в лагере были девочки такие, которые, как в свободное время, они садятся и читают Библию. А она из протестантов была. И что интересно, мальчики, как их не смотри, все равно они тянутся к девочкам где-то. К этой подадут, она читает, вот так посмотрит, сбоку, и сразу отходит. Ни один не трогает. Она ограждена, но она не православная. А почему? Вы очищены через слово. Вот это им внушите. Вот говорят, такие-то люди приезжают с юга, и они женщин там наши бьют, там бывает, там насилуют, ну, всякое там бывает. Это насилие, это страшное дело где-то. Но они всех не трогают. Оказывается, выборочно. Его арестовали, говорят, почему ты так сделал-то с ней? Идут, пинают там, она, ну, шли полураздеты, она идет, она не, на кого она похожа-то. Поэтому американские женщины написали мусульманкам, какие вы счастливые, как вы одеты, как на вас мужчины смотрят. С благоговением. Каждый желает, чтобы такая была подруга в жизни. И с нами что сделали? Какая мода? Мы стоим раздеты, над нами смеются, что угодно. Это женщины, которые занимают какой-то пост в Америке. И они себе сами сочувствуют. Я хочу, чтобы вы всегда не только здесь одевались, а то иногда так бывает. Мимикрия называется. Мимикрия это подделка. Вот здесь хорошие одеты. Ну, еще скажешь. Ну, посмотри, покажи, опусти, провери потихоньку. Посмотри, как они одеты. Ну, красота одна. Смотри, какая стоит. Она уже выросла. У нее до полу нет 20 сантиметров. Варвара-то. Тоже смотреть надо. Вот они сидят как. Ну, любую можно поставить. Смотрите, у нас не больше 10 сантиметров, чтобы было от полу. Ну, Варвара. Вот так. Поэтому никаких красок не должно быть. Если ты красивая, Бог дал красоту, но береги ее. А если не дал, говорит, на полтинник ее не купишь. Я бы вам больше сказал, но возраст ваш еще не тот, для чего красятся и прочее. Это Ефрем Сирин говорит, и Англатаусты. А раньше красили черной краской губы. А то сейчас красной стали. А Варвара-то. Усты черной красили. Чертой. А голубые ногти делаешь. Они не бывают голубые. Это как умер в лесок. Люди даже не понимают. Красные губы это признак, что будет гореть в огне, в диене. Сегодня объяснено это все. Если Бог не дал красоты, не купишь на рубль. И вот пришли, там исповедуется, там, у греческого монаха. Скажи, ты женился? Он говорит, да, женился. И как невеста? Красавица. Вот это, говорит, плохо. Какие искушения тебя ждут? Почему ты не искал хороший характер в ней? Красота исчезает. Вон там, прочитайте, что написано. Все уходит. Миловидность, обманчивая. Красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Вон она где. Вот чего надо искать. А когда, если красота есть, да, вера, тут цены нет у этой девочки. Вы цените себя. И когда наши девочки где-то идут, вот мы здесь видели, а там туркмены, узбеки, они просто другие люди-то совсем. Они наши глядят, они руки опускают. А откуда-то наши такие девушки идут? Мы говорим, не ваши, это православные. Нет, это наши, мусульманки. То есть он человек, которого считают не за хорошего его, а он по-другому смотрит на эту красоту. И вы поэтому стараетесь в храм идти уже одеться по церковному, не здесь переодеваться. Ну дома ясно тебе длинное платье, может где-то помешает. А мусульманки нигде, на работе везде они так. Вот сейчас мини-футбол у них там призвали и русским поставили условия, что приехали в хиджабе. И все согласились, все до одной. И говорят, хорошо, и русские отмечают интервью, они говорят, да, это очень хорошо. К нам, говорят, наши партии стали относиться по-другому. А они сумели это сделать. И играют в футбол, но мини, не по полю, там небольшое, там участок где-то. И они поехали в Иран, и русские туда уже не один раз едут. И капитан команды российская и говорит, ну у меня все девчонки, там молодые, там 16 лет, все в хиджабе одеты, вот, глазам только как общель. И играют, и катаются на фигурном катании, и в платье все купаются, специальную материю придумали, которая воду пропускает. И специальная ограда у них там есть, и женщина-полицейская охраняет, чтобы ни с какой стороны никто не сфотографировал. Вот как они их берегут. Там ты ограждена, но мы-то ограждены Господом, но ты навстречу это сделай, Господи, я услышал. Не любите мир и не того, что в мире. А там мир все придумал. Кто любит мир, в том нет любви очень. В доме есть краски, кто-то там родные, убедите их выбросить. И при том, краски все, которые делают, на собачьем жиру, как говорят. Собачатину жрешь, что человек-то. Тонны измазывают. Христианам этого ничего не надо. Посмотри, какие красавицы все сидят. Одежда. У нас приехали тогда американцы были здесь. Какие у вас женщины красивые. Я говорю, это одежда красивая. Они такие же, как все. Никто их не выбирал. Одежда, это как красить человека. Ну вот все. Немножко. Спасибо, Христоф. Я пойду. Пойдемте, уже запели. Запели. Вот видите, как хорошо. Пойдемте. Все, последний свет включает. Я хотел немножко сказать. Ну, ладно. Ну. поля, поля, поля. Напоминаю, Константин, будешь любезны. Пойдемте, помолимся. О, Варвара. Выключай. Рост. Давай, тыщи. слава, слава, святому духу, имени Пристоя в веки веков. Благослови, Душа моя, Господа, и все внутреннее мое, имя Святого и Его, благослови, Господи. Пахи, пахи, миром Господу помолимся, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, славную владычество нашу Богородицу, Христо, Деву, Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе, друг друга весь живот наш, Христу Богу предади. Тебе, Господи, яко Твоя держава и Твоей царство, сила и слава Царства, и Сына и Святого Духа, и Неприста, и вовеки веков. Аминь. Слава от Свою Сыну и Святому Духу, моли, Душа моя, Господа, вот с волю Господу в животе моем, пою Богу моему донди же есть. Не одетесь, она, князя, на сыны человеческие, в ней же есть спасение ее. И если Духе мой возродится в землю свою, в той день поделится по мышлению его. Песня. 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 Слава Богу! 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 Слава Богу!